Тоскана знаменита не только своими центрами Флоренции и Сиеной, но и множеством маленьких уютных городков, как Ореццо, Марчано де Лакьяно, Кортона, Лучиньяно, разбросанной по равнине Вальдикьяно, которая находится примерно в 40 километрах на юго-востоке от Флоренции. Долины и холмы Тосканы удивляют своими разнообразными пейзажами. Тоскана край изысканных вин и великолепных образцов кулинарного искусства. Каждый город имеет свои небольшие кулинарные особенности. Область Вальдикьяно славится ароматным овечьим сыром Пикорино де Пьенца и особое удовольствие доставляет фиорентийский биштекс из лучшей говядины Италии Кианино в сопровождении исключительно богатых по вкусу местных вин. В Вальдикьяне каждый найдет себе отдых по душе. Можно поселиться в старинном палацу с бассейном, на аристократической вилле эпохи Ренессанса или на маленькой ферме, где делают оливковое масло и отменное тосканское вино. На территории Вальдикьяно гостям предоставляется весьма образная гамма массовых мероприятий, традиционные праздники, выставки искусства и интегвариата, музыкальные фестивали, виногастрономические праздники, а также памятные церемонии, связанные с историческими событиями, как сражение приморчану 2 августа 1554 года, известное как баталья с канагалло или бойня петухов, которая позволяет восстановить памяти достоверную картину разыгравшегося сражения. А сейчас мы с вами находимся на башне средневекового замка Марчану де л'Окьяна. Сзади меня расстеляется долина Вальдикьяна. В стороне от протоптанных массами туристов и маршрутов притаился маленький очаровательный средневековый городок Лучиньяну. И очень любопытно посмотреть на карту городка. Она состоит из эллиптических колец, зданий, обнесенных снаружной крепости стеной. И стоит войти в старинные ворота, как вы окажетесь и попадаетесь в далеком прошлом, лет 600 тому назад. Из исторических сокровищ Лучиньяну самое главное золотое дерево, дерево любви. В музее города Лучиньяну находится уникальное золотое дерево любви с коралловыми веточками. И влюбленные со всей Италии приезжают сюда, чтобы поклясться в любви друг другу перед этим деревом. И на самом деле это удивительный шедевр готического ювелирного искусства, изготовленный из золота кораллов, эмали и горного хрусталя. И, конечно же, уникальный средневековый город Кротона, который находится на холме, из которого доминирует полностью всю долину Вальдикиана. Его можно назвать музеем под открытым небом. Город возвышается на высоте 600 метров над долиной. И это некогда центр этруской цивилизации в Тоскане. Остатки этруских крепостных стен, запах медичи, собор романской эпохи, музей этруской академии. Вальдикиана – это и виногастрономический туризм с организованным посещением виноделей, производящих вино, марки ИДЖИТИ. Хозяева с удовольствием покажут вам свой погреб, полный деревянных бочек с бродящим вином, и гордостью проведут виноградники и расскажут о ходе работы. Обставленный в стиле традиционного донсканского дома – дегустационный зал, где можно произвести дегустацию вин, сопровожденной легкими закусками. И для всех производителей известных красных вин Тосканы, преобладающих, это виноградная лоза Сан-Джуэзи. История, культура, традиция, природа, изысканность и гармония, эксклюзивность – все это Вальдикиана. Редактор субтитров А.Семкин